Поддержать в руках настоящее оружие и примерить солдатскую каску интересно не только мальчишкам, но и девчонкам. А взрослые рассматривают военную технику и танцуют под песни военных лет. Открытие обновленного памятника участникам Великой Отечественной войны для жителей села Орехово стало настоящим праздником. Практически 2-м 9-м мая. Старожилы говорят, прежний мемориал открывали полвека назад. За эти годы краска облупилась, буквы не читались, а территория вокруг стала зарастать. Один из местных жителей предложил относильчанам своими силами благоустроить территорию. Люди вышли с косами и лопатами, пригнали техникум, и работа закипела. Всего за несколько месяцев мемориал преобразился. Сюда стали приходить взрослые и дети. На постаменте всегда живые цветы. На фронт из этого спасского села ушло более 400 человек. Вернулось меньше половины. На каменных плитах около 200 имен. Тех, кто остался лежать на полях сражения. Но на торжественной церемонии было принято решение добавить и фамилии тех, кто пришел в родное село с победой. Кроме того, поисковая работа продолжается, и архивы открывают новые подробности. Есть еще 30 имен, которые не занесены на этот обелиск. Я думаю, к 9 мая мы все эти моменты исправим. Зайдем в архивы, поднимем все необходимые документы. Еще планируем за памятником сделать такую стелу с фотографиями. То есть помимо фамилии еще будут и фотографии участников великой тех, чтобы люди видели их персонально. В будущем это место станет культурно-историческим центром села Орехово. Ведь рядом с обновленным памятником возводится музейный комплекс, который будет состоять из трех музеев. Первый музей – это музей мировой каллиграфии, музей русских гусли в китайского гуцина. И третий музей сейчас мы с коллегами с ассоциациями решаем. Либо это будут ретроавтомобили, либо это будет музей Победы, либо это будет музей Балалайки. То есть мы пытаемся понять, что это будет за тема. Экспонаты для будущих музеев уже есть, говорит Алексей Шабуров. Осталось дождаться окончания строительства зданий. На это уйдет полтора-два года. Но уже в следующем туристическом сезоне музей будет действовать во временных шатрах.